Музыка Когда мы смотрим на небо, мы видим солнце и облака. А жители облакадного Ленинграда видели там вражеские самолеты и аэростаты. Музыка Аэростаты заграждения появились над Ленинградом уже сейчас. Через день после начала Великой Отечественной войны. Они мешали бомбардировщиков врага и наносили урон немецкой авиации. Музыка Аэростаты заграждения висели над Ленинградом на высоте 2 километра. Их делали с параллелизированной тканью и наполняли водородом. Когда немцам удавалось подбить аэростат, водород воспламенялся и горел прямо в небе. Жители блокадного Ленинграда хорошо представляли, что такое небо в огне. Аэростаты крепились на машинах, на металлических тросах, поднимались в небо. Максимальная высота поднятия аэростата это 2 километра, потому что аэростат может держать металлический трос длиной максимально 2 километра. Но с помощью наших конструкторов, советских инженеров, они прикрепляли дополнительный аэростат и можно было поднимать на максимальную высоту 4 километра. Кто обеспечивал работу аэростатов? Работу аэростатов обеспечили специальные боевые расчеты на машину, водители машины, наводчики. Выезжали каждую ночь, каждый день на боевой пост и поднимали аэростат. Самолетом, чтобы не попасть на них, чтобы не взорваться, не зацепить трос, приходилось подниматься немножечко выше. Поэтому они не могли прицельно бить по нашим храмам, соборам, по нашей архитектуре, нашего города. Что мы сейчас видим, это с помощью них мы и видим неразрушенные здания. За время Великой Отечественной войны аэростаты поднялись в небо над Ленинградом более 50 тысяч раз. С историей аэростатов-защитников познакомились Олеся Андронова и Никита Чедвенников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова